Здравствуйте, меня зовут Анна Гусарова, я директор Центрально-Азиатского института стратегических исследований и сегодняшний видео урок мы посвящаем вопросам public policy. Что это такое, для чего это делается и почему важно обращать внимание на публичную или государственную политику. Давайте начнем сначала, что такое публичная или государственная политика и чем она отличается от академических исследований. Во-первых, мы говорим в первую очередь об органах власти, мы говорим о государственных органах, которые наделены определенным спектром полномочий. Во-вторых, мы говорим о наличии социальной проблемы, которая так или иначе характерна для определенного общества или сообщества, в котором мы находимся. В-третьих, мы говорим о том, что те действия, которые мы делаем в рамках публичной политики, они должны быть направлены на получение конкретного результата. То есть это не просто действие или намерение, или нежелание действовать со стороны государственных органов, а целая стратегия или политика по изменению текущих обстоятельств. Следующий момент — это то, что публичная политика, либо же государственная политика, это аналогичные термины, она должна реализовываться не только одним игроком. То есть мы говорим о государственных органах, мы говорим о гражданском обществе, мы говорим о неправительственных организациях, некоммерческом секторе, либо же о гражданах, которые видят потребность в решении определенного вопроса, либо же проблемы, и инициируют ее решение. И самое главное, последний неотъемлемый компонент публичной политики — это оценка реализации той или иной политики и предложение по ее улучшению. То есть для чего мы это делаем, что будет достигнуто, как мы намереваемся это достигнуть, и какие результаты, бенефиты, положительные, либо же отрицательные моменты может принести наша с вами государственная политика. Когда мы говорим о государственной политике, важно понимать, что это процесс, это не статичная субстанция, поэтому влиять на нее тоже становится достаточно проблематично. Вместе с тем, тот спектр игроков, который характерен для публичной политики, он максимально широкий. Несмотря на то, что мы говорим о государственном органе как том, который ведет публичную политику, мы также говорим об аналитических центрах, мы говорим об аналитиках, исследователях, либо же экспертах, и также от других стейкхолдеров, в которые входят другие институты и игроки гражданского общества, в том числе бизнес. Вместе с тем, чтобы понимать, что такое публичная политика, государственная политика, как она отличается от всего того, что есть уже на рынке сейчас, важно отметить следующий момент. Мы говорим о проблеме и о ее решении. Мы не говорим об академических исследованиях, в которых мы ставим цели, задачи, вырабатываем методологию, и спорим с тем, что сейчас есть, цитируя те или иные источники. В публичной политике, наоборот, мы изучаем сущность проблемы, мы смотрим исторически в ретроспективе, мы предлагаем вариант решения, смотрим, почему нынешняя ситуация или нынешнее положение дела не работает, разрабатываем варианты и смотрим, что мы можем предложить и как повлиять на изменения текущей политики, либо же конкретной проблемой, которая требует вмешательства, и все игроки публичного поля принимают и понимают важность решения этой проблемы. Для того, чтобы понимать, как влиять на публичную либо государственную политику, важно понимать политический цикл. То есть, какие основные элементы есть, в какой конкретно непосредственный момент можно вклиниться и попытаться повлиять на текущую политику, и как ее изменять. В исследовании в порядке насчитывают 5-6 стадий, которые проходит политическое решение, которое мы можем смело использовать в рамках продвижения того или иного исследования, либо же политико-прикладного исследования, в частности, которое нацелено на решение конкретной проблемы. То есть, первое — это проблема. То, что мы хотим решить, то, что важно для всего сообщества. То есть, это не обязательно, возможно, какой-то компонент политики социальной, экономической, политической или политики в сфере безопасности, но это те вопросы, которые очень сильно волнуют всех игроков публичного поля. То есть, это конкретное решение определенного вопроса, чаще всего, конечно же, социального, но можно и двигаться дальше. Как только мы определяем этот вопрос и эту проблематику, мы ее изучаем со всех возможных сторон и ракурсов. То есть, мы должны знать, что предшествовало тому, что сейчас мы имеем, мы должны понимать, какие варианты политики предлагались ранее, к чему это привело сейчас, и почему текущая политика не устраивает сообщество или общество, в котором мы проживаем. После этого, после этого комплексного анализа, который потребует огромное количество времени и ресурсов, изучения огромного количества материалов, аналитических материалов, публикаций в СМИ, государственных программ, законодательства и различных других способов и механизмов получения информации, мы это все анализируем и приходим к тому, чтобы мы вырабатываем варианты изменения текущей политики. Чаще всего от трех и выше, но в зависимости от каждого кейса это индивидуально. То есть, мы разрабатываем несколько вариантов, которые мы предлагаем нашему государственному органу, который принимает решение. Один из вариантов мы предлагаем и показываем, что если мы все сохраняем так, как есть, мы не решаем острый социальный вопрос, то это может привести к таким последствиям. То есть, это один вариант. Второй вариант мы можем предложить кардинальным образом решить этот вопрос, сменив законодательство, либо же поменять какие-то другие устои, которые мешают на системном уровне решению этого вопроса. Чаще всего это наиболее привлекательный вариант, но вместе с тем он наиболее затратный и трудный с точки зрения реализации. И есть третий вариант, такой некий микс того, что мы можем оставить положительного, и тех новаторских идей и решений, которые мы предлагаем в другом варианте, мы соединяем это и тем самым мы стараемся ответить на вопросы, которые стоят у общества, у гражданского общества, либо же у других игроков в публичной политике. Но и при этом мы способствуем тому, что государственные органы будут заинтересованы в принятии этого решения, потому что оно будет менее затратным, менее кровопролитным и менее тяжелым. Но опять же, эти три компонента, варианта политики, которые мы предлагаем, они не всегда срабатывают, не всегда являются привлекательными. И для того, чтобы нам понимать, какой из этих вариантов, которые мы предлагаем, он будет наиболее оптимальным, нам самим, как аналитикам и экспертам, важно понимать, какой вариант из этих всех или из этого спектра, может быть три, может быть пять, может быть больше, выбираем мы и поддерживаем. То есть это следующий этап цикла политики, когда мы говорим о том, что мы выбираем определенный вариант и пытаемся его аргументировать, и показать, и объяснить, и донести и до людей, и до общества, и до государственных органов, почему это важно, почему именно этот вариант наиболее убедительный, и что он принесет всем на выходе, если мы его реализуем. Следующий этап — это проектирование политики. Как только мы определились с тем вариантом политики, который мы аргументированно представляем государственным органам, гражданскому обществу, либо же другим игрокам публичной политики, мы должны ответить на несколько вопросов. То есть насколько эффективно это решение, на основе каких критериев мы пытаемся понять, будет ли это решение эффективным или нет, насколько оно справедливым, отвечает ли оно, это решение, интересам и потребностям всех, насколько оно реально и выполнимо. То есть мы сразу должны понимать и постараться включить в наш вариант политики, который мы выбираем и продвигаем, насколько реально государственные органы, которые будут имплементировать это решение, в нем заинтересованы, либо же смогут физически, в силу наличия определенных ресурсов, либо же ограниченных ресурсов, это решение реализовать. И последний компонент — это гибкость, либо же улучшаемость. То есть тот вариант политики, который мы продвигаем, он не статичен. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы его либо расширять, либо сужать, либо продолжать над ним работать по ходу дела, пока мы участвуем в этом политическом процессе. Предпоследний этап, то есть четвертый, пятый этап — это реализация, непосредственная реализация этого решения, этого варианта политики и оценка. То есть когда мы говорим о реализации, нам важно понимать, кто будет имплементировать подобное решение. В данном случае мы говорим о государственных органах, потому что именно они наделены полномочиями. Но и вместе с тем мы должны понимать, как мы будем потом оценивать эти решения, эту политику или эти же стратегии, либо изменение законодательства, в зависимости от конкретного кейса. Какие индикаторы и критерии мы ставим, кто будет проводить эту оценку, сами государственные органы, либо же независимые структуры, либо институты гражданского общества. То есть все эти вопросы должны быть обсуждены заранее, до того, как мы начинаем участие в политическом процессе. И компонент по оценке, он тоже наиболее важный с точки зрения понимания, насколько государственные органы, которые являются, по сути, главными участниками государственной и публичной политики, смогут действительно достичь тех целей и тех результатов, которые заявлены в рамках определенного варианта политики, которые эксперты, либо же аналитики, продвигают для решения конкретной ситуации. Важно помнить, что публичная политика, государственная политика, она циклична. И поэтому, если даже не получилось с первого раза повлиять на тот или иной вопрос или на решение той или иной проблемы, эта проблема так или иначе будет появляться. И можно будет встраиваться в разные циклы публичной политики для того, чтобы на нее повлиять. Ну и как, собственно, на нее повлиять? Самым действенным инструментом влияния на публичную государственную политику считается аналитический документ. То есть тот документ, который составляют и пишут аналитики, эксперты, исследователи. И это в первую очередь не просто, текст, который публикуется на информационных порталах или новостных порталах, либо же аналитических порталах. Это инструмент для разработки и принятия конкретных решений. Это инструмент влияния, это инструмент коммуникации, посредством которого мы доносим для всех участников публичного поля, для чего мы это делаем, что это даст, почему в текущих условиях что-то пробуксовывает и не работает, и как повлиять на то, чтобы изменить неработающий статус-кво и решить определенный насущный социальный вопрос. То есть в первую очередь, когда мы говорим об аналитическом документе, нам важно для себя в первую очередь ответить на некоторые вопросы. Ну, к примеру, какая цель и какая аудитория? Для кого мы готовим подобного рода документы? Какую цель мы для себя ставим? Чего мы хотим достичь? То есть написать и опубликовать, сделать себе экспертное имя, это одно, но не стоит забывать, что в данном конкретном направлении публичной государственной политики мы говорим и фокусируемся на решении проблемы, социальной проблемы в первую очередь. Ну, а кто является первичным адресатом этого документа, кто является вторичным? То есть в данном конкретном случае мы говорим о государственных органах и об обществе, или института гражданского общества. Когда мы говорим о написании, либо же уже на момент публикации исследования, либо же документа, очень важно думать о тоне, о языке, о формулировках, которые используют исследователи и аналитики, потому что на определенные чувствительные темы важно быть в контексте, учитывать культурные, этнические, политические, социальные и другие контексты для того, чтобы те проблемы, которые вы продвигаете в рамках своего исследования по публичной политике, они нашли отклик со стороны адресата. То есть мы можем говорить об одинаковых проблемах, мы говорим на разных языках, поэтому не будет поддержки, и как таковой аналитический документ может просто оказаться на полке и не будет никому не нужен. А наша главная цель повлиять на изменения текущей политики. Нам также будет важно подумать о том, какое название будет у аналитического документа. Будет ли это целое предложение, будет ли это вопросительная фраза, либо же противопоставление. То есть игра слов тоже очень важна, но при этом не стоит забывать, что мы говорим с разными аудиториями, нам важно найти язык, подходящий для всех. Вместе с тем нам важно понимать одинаковое ли понимание у нас, как аналитиков, с сообществом и с политическими органами, которые принимают решения. Потому что если мы говорим на разных языках, или мы говорим о разных ценностях и придерживаемся разных ценностей, успех подобного аналитического документа будет стремиться к нулю, потому что мы не будем на одной волне и не будем понимать, о чем идет речь. Ну и в принципе с чего начать? Начать с того, чтобы посмотреть на наше общество, посмотреть, какие есть в нем проблемы, понять, что апеллирует именно к вам, проанализировать, почитать огромное количество информации, ответить на несколько волнующих для себя вопросов и выстроить и сформулировать стратегию того, как исследователь или аналитик будет писать подобного рода документ, какую методологию будет придерживаться, какие источники будет использовать и что непосредственно нужно будет сделать, чтобы подготовить этот документ, опубликовать и самое главное, потом прокоммуницировать его с ключевыми игроками публичной политики. На этом у меня все. Более подробную информацию вы можете найти в ссылках, прикрепленных к этому видео. Продолжение следует... Продолжение следует...